Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мир слухами помнится и говорят, что телеканал Тверской проспект Регион то ли переходит, то ли нет на ОТР. Правда или нет? Немножко не так. Телеканал Тверской проспект Регион очень скоро начинает трансляцию своих программ в цифровом эфире общественного телевидения России. Вот это правда. Если более подробно, какие будут тверские врезки, что будут показывать? Мы будем транслироваться в эфире ОТР ежедневно с 7 утра до 9 утра и с 17 часов до 19 часов. То есть мы будем транслировать свои программы 4 часа в сутки. Когда проводятся различные конкурсы, фестивали, приезжают к нам из Федерации специалисты и говорят о том, что интерес к региональным новостям все больше возрастает. Будут ли наши тверские новости на ОТР? Совершенно верно, потому что новости это всегда флагман местного вещания. Конечно, у нас будут новости. Новости у нас будут выходить по будням в 7 утра и в 8 утра. И также в время, которое будет ближе всего к прайму из того регионального окна, которое нам дают, то есть с 17 до 19 будет наше вечернее региональное окно и новости будут выходить в 18.35. Вот по предварительной сетке вещания так. Елена, а куда тогда денется телеканал Тверской проспект регион или он останется на прежних новостях? Телеканал Тверской проспект регион никуда не денется. Наша кнопка 21. Мы серьезный большой канал. Нам скоро будет 8 лет уже. Два из которых мы носим гордо статус обязательного общедоступного телеканала субъекта Российской Федерации Тверская область. Мы завоевали его на конкурсе. Был серьезный конкурс, федеральная конкурсная комиссия, Москва. Было несколько президентов. Мы победили. Итак, мы 21-я кнопка во всех кабельных сетях Верхней Волжья. Но, к сожалению, наша Тверская область очень велика и не все населенные пункты имеют достаточно развитые кабельные сети. А что это значит? А это значит, что телеканал Тверской проспект регион в том населенном пункте, где нет кабельных сетей, просто никто не увидит. И сейчас складывается такая ситуация, что у нас есть возможность размещать свои программы в цифровом эфире. То есть те люди, у которых есть приставка, кто получает сигнал 20 так называемых обязательных каналов, на девятой кнопке в эфире общественного телевидения России ОТР, логотип в эфире у этого телеканала, мы имеем возможность размещать свои собственные программы в течение 4 часов в сутки. То есть это не требует никаких дополнительных денежных вливаний со стороны телезрителей? А со стороны телезрителей, конечно, нет, потому что те телезрители, которые уже получают цифровое телевидение, имеют приставку или получают телевидение с помощью своих операторов, своей кабельной сети, они уже получают 20 обязательных каналов. И на девятой кнопке просто в один прекрасный день, а именно 29 ноября, появится наша программа. А вот я еще какой хотела бы задать вопрос. Сейчас непростая ситуация у всех региональных телеканалов, а медиахолдинг Тверской проспект расширяет свой горизонт. Более того, еще есть телеканал Панорама ТВ. В чем эксклюзивная разница между ОТР Тверскими врезками, телеканалом Тверской проспект Регион и Панорама ТВ? Ну вообще это совершенно разные телеканалы. Начнем с того, что ОТР формируется в Москве. Это общегосударственный телеканал. У него есть своя вполне определенная концепция. И мы лишь только имеем возможность размещать свои программы в эфире ОТР. Причем мы оговариваем с ОТР, какой концепции будут программы, какой тематики вещания и так далее. На телеканале Тверской проспект Регион же мы имеем так называемое стопроцентное собственное вещание. Что это значит? Это значит, что мы сами формируем программу передач. Мы сами понимаем, когда, в какое время и что наши телезрители хотят и могут смотреть. Когда у нас на телеканале прайм-тайм, то есть во сколько наши зрители возвращаются в будние дни, например, с работы. И что они делают в выходные, что они делают в выходные зимой, а что они делают в выходные летом. Это совершенно разные телесмотрения. Так вот, на телеканале Тверской проспект Регион мы можем подстраиваться под телесмотрение наших зрителей и формировать программу передач так, как нужно нашим зрителям. Это совершенно эксклюзивная возможность. Ни один телеканал в Тверской области не имеет такой возможности. Конечно, это все непросто. Конечно, это стоит определенных денег, потому что мы порядка 50 часов из 168 транслируем свои собственные программы. В остальное время мы закупаем так называемый контент, то есть это фильмы, сериалы, программы. И вот из этого набора прекрасного мы уже составляем то меню, которое ежедневно может получить телезритель на телеканале Тверской проспект Регион на 21 кнопке. Кроме того, хоккей, например, хоккей. Ни один телеканал в Тверской области не может позволить себе хоккейные трансляции. Ну, в силу того, что, видимо, они с самого начала этим не занимались. Вот, и это как во-первых. А в нулевых это то, что нет эфирного времени для того, чтобы разместить эту трансляцию в эфире. На телеканале же Тверской проспект Регион мы такое время имеем. Пожалуйста, хоккей мы постоянно анонсируем. Ближайшая игра у нас будет, игры уже будут на этой неделе. Это очень здорово. Кроме того, у нас огромный опыт по факту прямых трансляций. Мы транслировали, например, большое мероприятие, которое проходило в Нилостолобенской пустыне. Я так мирским языком говорю, да. Это торжественные мероприятия, посвященные 350-летию обретения мощей Нилостолобенского. У нас была четырехчасовая трансляция службы, которую вел патриарх из Нилостолобенской пустыни. Далее. Мы транслируем, мы осуществляем прямые трансляции шествий. На 1 мая, на 9 мая. Бессмертный полк. Вы знаете, настолько это хороший отклик имеет от телезрителей. Вот они звонят и благодарят. Возможно, не все могут принять участие, например, в этих торжественных шествиях. А традиция смотреть демонстрации по телевизору, но это испокон веков у нас, у россиян. Поэтому здорово. Нам очень нравится, что у нас есть такая техническая возможность, что у нас есть опыт. Потому что без опыта в нашем деле никуда. И самое главное, что у нас есть телеканал, который позволяет иметь то количество времени для эфирных трансляций, для прямых трансляций, которые мы хотим. А Панорама ТВ, можно там осуществлять трансляции? Ведь многие уже наверняка заметили, прогуливаясь по Трехсвятской, есть большой экран, где мы показываем не только сюжеты телеканала Тверской проспект, регион, но и новости короткой строкой. Насколько мне известно, 50 источников служат, скажем, для того, чтобы жители... Наполнять этот телеканал. Чтобы, да, его наполнять. Чуть подробнее. Да, Панорама ТВ. Конечно же, Панорама ТВ. Но Панорама ТВ имеет несколько иную концепцию, нежели телеканал Тверской проспект, регион. Более того, мы очень хотим, чтобы на Панораму ТВ зрители обратили большее внимание. Почему? Потому что этот канал, знаете, как в настоящее время, он вот готов для поиска новых решений и так далее. Сейчас он сформирован очень интересно. Это новости, широкий взгляд на новости. Это новости короткой строкой, скажем, с высоты птичьего полета, вот если коротко. Но мы начинаем запускать и там интересные... Проекты. Проекты, да. В частности, мы имеем возможность транслировать на телеканале Панорама ТВ чемпионат молодежной хоккейной лиги. Вот такого не было еще никогда. Вот в Твери никто никогда молодежку не транслировал. А на Панорама ТВ мы транслируем. Это здорово. Ну, давайте мы с вами вернемся все-таки к региональным врезкам на ОТР. В этой связи хочу задать вопрос. Вот рядом с нами на протяжении 25 лет всегда находились и есть наши добрые друзья, партнеры. Какие возможности для них открываются? Совершенно верно. Мы очень рады, что они с нами есть. И очень рассчитываем, что с расширением медиахолдинга и с расширением возможностей медиахолдинга у нас будет все больше и больше предложить возможностей для наших рекламодателей для продвижения своих товаров и услуг. Мы на телеканале ОТР рассчитываем осуществлять информационную поддержку деятельности наших партнеров. Спасибо, Елена. И хотелось бы, чтобы вы напомнили нашим телезрителям, с какого числа стартует ОТР наша программа, когда можно будет посмотреть. Об этом немного еще раз. Итак, ОТР у нас стартует с 29 ноября. Пожалуйста, в настоящее время идет очень такой интересный и серьезный процесс, который называется технической перенастройкой. Как то, если до недавнего времени телеканал ОТР, ну, если вот очень грубо говорить, да, поступал из одного источника, то теперь он, ну, опять же, грубо говоря, мы присоединяемся к этому сигналу, да, и в настоящее время техническая отладка может привести к тому, что на некоторых приставках могут теряться каналы. И для того, чтобы не потерять ни один из каналов из первой десятки, нужно просто в этот период, вот с 18 ноября по 29 ноября запустить свою приставку на автонастройку на свои приставки или перенастроить свой телевизор. То есть найти, скажем так, запустить автоматический поиск телеканалов на своей приставке или на своем телеканале. Тогда вы, наши телезрители, вновь будут принимать все телеканалы в должном качестве и просто знайте, что телеканал ОТР – это уже не просто телеканал ОТР, а телеканал ОТР готовый к тому, чтобы в определенное время транслировать программу телеканала Тверской проспект «Регион». А это будет ежедневно с понедельника по воскресенье и в будни, и выходные с 7 утра до 9 утра и с 17 часов до 19 часов. Что же касается наших зрителей, которые, может быть, что-то там не поняли, да, пожалуйста, звоните. 300-077 – это телефон редакции телеканала Тверской проспект «Регион». Это телефон, который находится на нашем рабочем столе. Мы всегда ответим, мы всегда подскажем, всегда сориентируем и очень рады, когда вы нам звоните. Большое спасибо. Будем смотреть программы медиахолдинга Тверской проспект теперь и на ОТР. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Прямой эфир». Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова